МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой, Севастопольское информационное бюро, первые новости города. В студии Екатерина Коломец. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Боевые машины Великой Отечественной снова встанут в строй. Военную технику увозят в Сапун-горы на реставрацию. Московский скульптор Виктор Королев завершил работу над мраморными львами, которые украсят матросский бульвар. Сейчас в столице продумывают схему их транспортировки в Севастополь. В законодательном собрании города решали судьбу обманутых севастопольцев. Пенсионеры доверили замену электросчетчиков мошенникам. До конца года в Севастополе отремонтируют 300 подъездов из полутора тысяч, запланированных на 2019 год. Качество таких работ проверяют чиновники городского правительства. Балаклавская скорая помощь теперь будет базироваться в районе проспекта генерала Острякова. Место девятой подстанции займет Центр медицины катастроф. Военную технику времен Великой Отечественной увозят с Сапун-горы на реставрацию. Так, Севастопольский военно-исторический музей-заповедник начинает подготовку к параду в честь 75-летия Победы. Работы предстоит много, еще непонятно, что именно получится восстановить. Независимое телевидение Севастополя засняло эксклюзивные кадры сложной военной операции. Более полувека на постаментах. Танки и самоходные артиллерийские установки стали частью экспозиции музейного комплекса на Сапун-горе в 60-х годах. Сюда они попали со складов воинских частей. Все это время техника стояла на постаментах под открытым небом. Дожди, морозы, перепады температуры – все это сильно сказалось на боевых машинах. За украинский период истории Севастополя они сильно обветшали. Но теперь у танков ИСАУ снова есть шанс вернуться в строй. В этом году мы поставили для себя задачу восстановить по возможности технику, которая еще не находится на своем ходу. У нас налажено тесное взаимодействие с бронетанковой службой Черноморского флота, которая нам помогает в восстановлении нашей техники. Стальным ветеранам снова хотят дать возможность пройти в строю по центральным улицам Севастополя в 75-ю годовщину Победы. Успешный опыт уже есть. В 2018-м впервые отреставрировали легендарный танк Т-34. В этом году специалистам флота удалось реанимировать тяжелый танк ИС-2 – среднюю самоходную артиллерийскую установку СУ-100 и БМ-13 «Катюшу». Сегодня мы планировали три единицы из бронетанковых экспонатов вывезти. И планируется еще восстановление «Катюши» знаменитой нашей и автомобиля с прожекторной установкой. Первым делом специалисты вскрывают люки на башнях. Уже это непросто. Искры летят во все стороны. Восстановленная САУ первой самостоятельно съезжает со своего пьедестала. Для остальной техники военные используют бронированную ремонтную эвакуационную машину. С помощью тросов к ней цепляют ИС-2. Он тоже на ходу, но требуется небольшая помощь. Уникальную для Севастополя операцию осложняет реконструкция территории музея, которая уже началась. Кое-где снят асфальт. Но военные ювелирно перемещают огромные боевые машины. Ну, они специалисты, поэтому мы им доверяем. Уже есть опыт работы с ними. Они очень профессионально своими лебедками приезжают, забирают технику на тралы, крепят ее и вывозят уже на площадки на свои, где производят ремонт. Ремонтная база находится в Симферополе. Только после тщательного осмотра специалисты сделают вывод, какое оружие победы получится реанимировать. При необходимости будут восстановлены или изготовлены изношенные детали. Мы не можем установить по архивным данным пока, хотя занимаемся этим вопросом, участвовали ли какие-то из этих образцов пока, так скажем, в боевых действиях. Ну вот, есть данные, что ИС-2 он мог участвовать в боевых действиях и даже в берлинской операции. Участие старинной техники в военном параде в Севастополе уже давно стало традицией. И она будет продолжаться. Закаленная войной сталь, вместе с которой наши ветераны рвались к победе, получает новую жизнь. Стражи Матросского бульвара готовы заступить на службу. Московский скульптор Виктор Королев завершил работу над мраморными львами, которые установят на южном портале первого Севастопольского бульвара. Это копии скульптур, украшающих графскую пристань. На создание двух величественных фигур мастеру потребовалось около 14 месяцев. Работа шла непросто, признается Виктор Королев. Дело в особенностях карарского мрамора, из которого были высечены львы. Какие-то вещи приходилось познавать в процессе работы и дополнительные какие-то покупать инструменты или делать их даже, заказывать у друзей, у знакомых, чтобы они изготовили более совершенные инструменты. Особенно постараться пришлось над лапами, хвостами и пастью львов. Мастер говорит, что старался сделать скульптуры максимально похожими на оригинал Фернандо Пиличчо. Однако некоторые отличия у молодых львов все-таки будут. Новые скульптуры обзавелись острыми зубами и когтями. За время работы скульптор буквально сроднился со своими творениями. Я, честно говоря, еще как-то психологически не готов к тому, чтобы осознать, что все закончено. Когда севастопольцы увидят стражей Матросского бульвара, пока не ясно. Постаменты для них еще не готовы. Кроме того, сейчас в Москве продумывают схему упаковки и транспортировки львов, чтобы долгожданные скульптуры прибыли в город-герой в целости и сохранности. В законодательном собрании Севастополя обсудили судьбу обманутых мошенниками севастопольцев. Речь идет о затянувшейся с прошлого года истории. Тогда севастопольские пенсионеры доверили замену счетчиков электроэнергии мошенникам, после чего понесли серьезные убытки. На повестке обсуждения – помощь пострадавшим от мошенников севастопольцам. Пути выхода из сложившейся ситуации ищут с прошлого года. Однако ситуация оказалась не столь проста с юридической точки зрения. Летом 2018 года в доверие пенсионеров терлись мошенники, предложив заменить электросчетчики по льготной цене. Больше полутора тысяч севастопольцев им поверили и отдали деньги за замену. Эти организации коммерческие, заменив электросчетчики, взяв деньги, они удалились. В следствии последующих действий, когда люди обратились в Севэнерго и говорят, ну, свои новые показания руководство энергопоставляющей организации выставило штрафы за несанкционированные врезки. В результате севастопольцы, поверившие мошенникам, оказались должны своей энергопоставляющей компании – Севэнергосбыту. Штрафы за самостоятельную замену счетчиков предполагали суммы, которые в разы превышали счета за потраченную электроэнергию. Тогда к делу подключился уполномоченный по правам человека в Севастополе, а также юристы, представители МВД, прокуратуры и Роспотребнадзора. Было определено, что мошенники представляли фирмы, зарегистрированные в Брянске. Однако серьезные суммы севастопольцы должны оплатить все в энергосбыт. Самостоятельно менять счетчики законом запрещено, а потому выставить штрафы и так пострадавшим горожанам, их специалистам, обязывало законодательство, говорят все в энергосбыте. Действия наших сотрудников, нашего предприятия, ситуация, которая сложилась с действиями брянских фирм по замене приборов учета наших потребителей, строго регламентирована действующим законодательством, в частности, 354-м постановлением, которое утверждает правило предоставления коммунальных услуг собственникам жилых домов и многоквартирных домов. Все эти случаи там описаны и четко представлены все действия, которые должны производить поставщики коммунальных услуг в случае тех или иных ситуаций. Действовать в рамках закона, но при этом снять финансовое бремя с потерпевших горожан, большую часть которых представляют пенсионеры. Так звучали ключевые задачи круглого стола. Собравшимися были предложены два варианта решения проблемы. Все в энергосбыте склоняются к взысканию образовавшейся задолженности в виде регресса, чтобы ущерб несли мошенники. Юристами предложено еще одно решение. Передать в части оплаты гарантирующему поставщику Севоэнергосбыт вот этих перерасчетов, для того, чтобы Севоэнергосбыт принял это в части оплаты этого выставленного перерасчета и дальше уже самостоятельно занимался исполнительным производством, а в случае, если не будут удовлетворены в определенном объеме эти требования, обращался к банкротству данных организаций, привлечению к субсидиарной ответственности учредителей и руководителей этих брянских организаций. Такой метод требует дополнительной проработки юристами. Рассматривать предложенные варианты участники круглого стола будут в ближайшую неделю. Им предстоит найти действующий механизм и отменить взыскание дополнительных средств с потерпевших горожан. Однако есть те, кто уже потерпел убытки, а деньги за перерасчет автоматически списывались с пенсий или зарплат. С тех, с кого уже взыскали эти финансовые средства, по ним будет отдельно создан реестр, и, естественно, их интересы мы также будем отстаивать, чтобы им были эти средства возвращены. Все в энергосбытии также гарантировали. До окончательного решения вопроса никаких мер в виде пени за неуплату выставленных счетов или отключения электроэнергии к потерпевшим горожанам применяться не будет. А вместе с тем призвали севастопольцев более внимательно относиться к тем, кто приходит к ним в дом и предлагает заменить приборы учета. Обращаться в ресурсно-освязающую организацию с целью выяснения причины пришедшего к нему человека и представляющего интересы той или иной компании. У наших сотрудников имеется спецформа, имеется специальное удостоверение, по которому можно убедиться. Есть телефоны, они все в квитанциях к оплате указываются, по которым можно связаться и уточнить ту или иную информацию. Следующую встречу по решению проблемы пострадавших от мошенников горожан назначили через неделю. Юлия Баузькова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Севастопольским женщинам с маленькими детьми помогут с трудоустройством. Программу по переобучению и дополнительному повышению квалификации запустят с первых дней 2020 года. Об этом рассказала начальник отдела реализации программ и мероприятий активной политики занятости населения Департамента соцзащиты Анна Шалимова. По ее словам, с помощью такой поддержки государство намерено помочь женщинам после декрета вернуться к своей профессии либо же попробовать новую. В 2020 году планируется обучить порядка 83 женщин в рамках нацпроекта. Выделены средства на обучение этих категорий граждан 4 миллиона 780 тысяч. То есть стоимость одного человека – это получается 46 тысяч 300 рублей. Более того, в период обучения женщина будет получать стипендию в размере минимальной оплаты труда. Подобная программа действует для людей пенсионного и предпенсионного возраста. С начала 2019 года за содействием в трудоустройстве и получением профессии обратились 244 человека. 20 человек данной категории прошли, уже закончили обучение по таким направлениям, как медсестринское дело, оператор котельной, управление персоналом. То есть это люди реально, которые обучились и пошли в дальнейшем работать. И это не предел образовательных программ. Подробную версию беседы с начальником отдела управления занятости Департамента соцзащиты населения Севастополя Анной Шалимовой смотрите в программе «Актуальное интервью». С 2020 года граждан России будут информировать о положенных им льготах. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Скляр в интервью российской газете. В следующем году уведомления о льготах будут рассылаться в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг. Они также будут содержать информацию о том, куда следует обратиться за мерой соцподдержки и при необходимости ссылку на заполнение заявления в электронном виде. Есть определенные виды жизненных событий, которые мы видим в единой государственной информационной системе социального обеспечения. Например, рождение ребенка, установление инвалидности, смерть, снижение дохода ниже уровня прожиточного минимума, достижение пенсионного или предпенсионного возраста. И при возникновении таких жизненных событий людям и будут приходить уведомления о том, какие виды социальной помощи, какие льготы им положены на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. По словам Алексея Скляры, сейчас в разработке находятся более 150 жизненных событий, порождающих права на льготы. В ведомстве ожидают, что уже в следующем году информацию о социальной поддержке направят около 80% потенциальных получателей. Кроме того, гражданам будет поступать информация не только о вновь возникших льготах, но и тех, право на получение которых наступило ранее. С 2021 года планируется расширение каналов информирования, в том числе уведомления будут поступать через СМС-сообщения. Также о льготах можно будет узнать через единый контакт-центр, который заработают уже осенью будущего года. По словам замминистра, сейчас многие россияне просто не знают о том, на какие меры соцпомощи они имеют право. В результате семьи, находящиеся в одинаковых жизненных обстоятельствах, не могут реализовать свои права в равной степени. Севастопольская местная организация Всероссийского общества слепых сможет получить в безвозмездное пользование землю, на которой находится ее здание. Об этом в ходе рабочей встречи сообщил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик. Решение земельной проблемы общества стало возможно благодаря внесению изменений в федеральный закон о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, принятых Госдумой и вступивших в силу 15 ноября. Он две недели назад вступил в силу, который очень четко определяет, что землю под имущественными комплексами, под зданиями, сооружениями, находящиеся на балансе у организаций инвалидов, любых, эти организации могут оформиться совершенно бесплатно и безвозмездно. То есть эта земля будет в собственности у этих предприятий, они не будут за нее платить. После 2014 года у Севастопольской организации появилась проблема, связанная с тем, что ее имущество принадлежало украинскому обществу слепых, а правительство города не принимало решения о передаче его на баланс Всероссийской организации. В 2018 году проблема со зданиями на улице Гоголя-30 была решена, но для передачи в собственность земель был необходим отдельный правовой механизм. Сегодня в Севастопольской организации состоят 243 человека, из них около 15 задействованы на производстве. Планируется наращивать производство, его расширять, параллельно идет ремонт здания, цехов, увеличивается штат работников. Этого, конечно, очень долго ждали, так как инвалиды 4 года вообще не работали. И мы надеемся, что мы сможем обеспечить работой большее количество инвалидов. Почти 100 рабочих мест представили в Севастополе на ярмарке вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В четверг 28 ноября в городском центре занятости населения собрались работодатели разных сфер хозяйственной деятельности. У соискателей была возможность побеседовать с представителями предприятий лично или просто оставить резюме. На данной ярмарке в этом году у нас присутствует 15 работодателей приглашены. Работодатели предоставили 60 вакансий на 98 рабочих мест. Это и диспетчеры, и операторы, инженеры, врачи, учителя. Несмотря на то, что граждане имеют ограниченные возможности трудоустройства, но есть те вакансии, вернее, те профессии, которые предполагают именно работу граждан с инвалидностью. Каждое предприятие, у которых численность превышает 35 человек, предоставляют отчеты о квотировании. Благодаря таким специализированным ярмаркам у людей с ограниченными возможностями здоровья появляется возможность трудиться на предприятиях наравне со всеми и не выпадать из социума, подытожила Ирина Исаева. В образовательном центре в Казачьей бухте заработает первый в городе школьный стоматологический кабинет. Об этом телеканалу НТС рассказала главный врач Севастопольской детской стоматологической поликлиники, главный внештатный детский стоматолог Департамента здравоохранения правительства Севастополя Татьяна Мочалова. Это единственная школа, как вы знаете, которая в последнее время у нас вступила в строй, хотя уже достаточно давно. Но нерабочее состояние кабинета было связано с тем, что мы сейчас в настоящее время проводим лицензирование. И только лицензированный кабинет позволит нам проводить определенные мероприятия в этой школе. Детский кабинет пока откроют только в одной школе. Его оборудуют новейшей стоматологической установкой, отметила Татьяна Мочалова. Она очень хорошая, и такого плана даже в поликлинике у нас нет. Точно так же обеспечивается стерилизация, обеспечивается контроль за стерильностью и под юрисдикцией нашей поликлиники. То есть мы полностью несем ответственность за все, что там будет делаться. В школьном стоматологическом кабинете будут вести прием один врач и одна медсестра. Кроме профосмотров, с согласия родителей будет проводиться лечение кариеса у детей. Детки, которые будут учиться в школе, они практически не будут вообще нуждаться в посещении поликлиники. Кроме того, в обязанности детского стоматолога входит обязательно и знание основ ортодонтии. То есть врач посмотрит и скажет, нужно ли ему исправлять зубки, нужно ли обращаться к дальнейшему к ортодонту. Детского стоматолога в школьном кабинете будут посещать не только ученики школы в Казачьей бухте, но и воспитанники прилегающего к учреждению детского сада. Всего около 1700 детей. Руководство Департамента здравоохранения правительства Севастополя проверяет информацию о враче, который посоветовал пациентке съездить к мощам святителя Луки для исцеления. Об этом независимому телевидению Севастополя сообщили в пресс-службе Севздрава. В среду в телеграм-канале «Подъем» появилось фото рецепта от ларинголога Юрия Белоненко, где врач в случае неэффективности назначенного лечения порекомендовал пациентке съездить к мощам святителя Луки в Симферополь. Этот случай уже широко обсуждается в интернете. Однако, как видно на фото, рецепт был выписан еще в августе. Непонятно, почему история появилась только сейчас. К слову, доктора Юрия Белоненко коллеги характеризуют как грамотного врача, спокойного и терпеливого человека. Однако, как нам стало известно, в тот момент в поликлинике, обслуживающей более 25 тысяч человек, остался работать единственный врач от ларинголога, а количество пациентов не уменьшилось. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом 28 ноября на площади Нахимова развернулась мобильная амбулатория, в которой каждый желающий мог пройти тест на выявление ВИЧ-инфекции. Узнать результат можно уже через 5-10 минут. Перед проведением анализа врачи проводят профилактическую беседу. Рассказывают о путях заболевания и рисках инфицирования. По словам заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Вербенец, тестирование прошло около 200 желающих. У двух врачей обнаружили вирус иммунодефицита человека. Как показывает сегодняшнее тестирование, что эта акция доказала свою эффективность. Очень много людей, которые хотели обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Тем более, что в этом году мы проводим обследование экспресс-тестами по слюне. Это не инвазивный метод, он очень удобен. Не надо прокалывать там пальчик, убрать кровь. Достаточно по слюне определить, имеется или нет ВИЧ-инфекция. Всего на учете в Севастопольском центре профилактики и борьбы со СПИДом состоят 2322 человека в возрасте от 28 до 45 лет. Чаще всего вирус иммунодефицита человека передается половым путем, говорит Елена Вербенец. Поэтому в этом году впервые людям, прошедшим тест, выдавали средства контрацепции. Также рядом с мобильной амбулаторией работали специалисты организации «Гавань плюс», которая оказывает социально-психологическую помощь людям, впервые услышавшим свой диагноз и помогает им смириться с положительным ВИЧ-статусом. Большое количество людей, которые живут с ВИЧ, это люди достаточно успешные по жизни. Их состояние совершенно не мешает им при условии, что они принимают РВ-терапию, антиретровирусную терапию. Это не мешает им жить, не мешает им заводить семьи. Человек может родить здорового ребенка, не заразить своего партнера. И бояться здесь нужно не знание о том, что ты инфицирован, а скорее не знание о том, что такая вероятность имеет быть. Те, кто не успел пройти тестирование на выявление ВИЧ-инфекции, могут в любой день пройти обследование в Севастопольском центре профилактики и борьбы со СПИДом. Бесплатно каждый будний день с 10 утра до 14 часов. Охват ВИЧ-тестирования в Севастополе за последние пять лет увеличился с 6 до 25%. Добиться таких результатов удалось благодаря повышенной осведомленности населения о вирусе иммунодефицита человека и увеличению количества ежегодных бесплатных анализов. Об этом рассказала главный врач Севастопольской инфекционной больницы Инга Матяж. Она пояснила, в обществе до сих пор сохраняется подозрительное и боязливое отношение к ВИЧ-инфицированным. И это неправильно. Сейчас уже ничего страшного в этом нет. ВИЧ передается через кровь, через какие-то загрязненные шприцы. Интересно наблюдать за расширенными глазами молодых девчонок, которые не знали, что ВИЧ не передается через поцелуи, не передается через рукопожатие. Современные медикаменты, антиретровирусные препараты при регулярном употреблении позволяют жить полноценной жизнью. При этом всю необходимую терапию зараженный ВИЧ-человек может получить абсолютно бесплатно. Американские ученые проводили исследования. Человек полностью здоровый, у которого нет ВИЧа, живет определенное количество лет, ну в среднем, да. И человек, который принимает антиретровирусную терапию, если он начал принимать на ранних стадиях ВИЧ-инфекцию, он проживает столько же. Подробнее о том, почему важно проходить ВИЧ-обследование, как лечат больных вирусом от туберкулеза и чем опасны ВИЧ-диссиденты, смотрите в программе «Актуальное интервью». Персонал модульной подстанции скорой медицинской помощи в Балаклаве переезжает на новое место работы. Теперь они будут базироваться в районе проспекта генерала Острякова. А помещение подстанции в Балаклаве займет Центр медицины катастроф, который будет оказывать оперативную помощь жертвам ДТП. Такое заявление сделал заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин. Две общепрофильные бригады Балаклавской подстанции переводятся на улицу Лоцманскую. Там, где у нас сейчас находится вторая подстанция скорой помощи. Она полностью будет обрабатывать все вызовы, в том числе и Балаклавы. Проведены экспериментальные исследования по времени доезда, то есть в те нормативы, которые определены приказами Министерства здравоохранения, все укладываются. Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Балаклавскую подстанцию ликвидируют, оставляя этот район города без своей скорой. Люди выражали опасение, что теперь бригады будут ехать только из Севастополя, что приведет к увеличению ожидания бригады скорой помощи. Александр Кулагин заверил, что медики Центра катастроф будут помогать обслуживать население Балаклавы. Это не просто будут стоять две машины и ожидать, когда произойдут какие-нибудь чрезвычайные ситуации. По заверению главного врача скорой медицинской помощи нашей, эти машины также будут использоваться для линейных вызовов в случае нехватки бригад, которые у нас действуют в других районах. Центр медицины катастроф для оказания оперативной помощи жертвам ДТП начнет свою работу в Севастополе с понедельника. Работать там будут две бригады на двух автомобилях. Это не просто наше желание или наша потребность. Это требование правительства Российской Федерации обеспечить в том числе и своевременный выезд на дорожно-транспортное происшествие для того, чтобы концепцию нулевой смертности на дорогах ее действительно реализовать. После создания полноценного функционального медицинского комплекса в районе Фиолентовской объездной персонал Балаклавской скорой помощи начнет свою работу в новых корпусах, а до тех пор придется довольствоваться имеющимися условиями. На Лоцманской мы обсуждали ситуацию, конечно же, там бытовые условия не самые лучшие, там недостаток мощности электрического снабжения, там не все лампочки даже поэтому горят. До конца года в Севастополе отремонтируют еще 300 подъездов. Всего на 2019 год запланировано обновление полутора тысяч подъездов многоквартирных домов. Такую информацию озвучил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства правительства Севастополя Евгений Горлов. В четверг, 28 ноября, он проверил выполнение работ в подъездах домов по улицам Геловани и Хрюкина. Чиновник отметил, что сейчас специалисты ведут еженедельный контроль за качеством выполненных ремонтов. В том числе представители городского хозяйства оценивают работу управляющих компаний и их взаимодействие с собственниками жилья. Глава севастопольского горхоза Евгений Горлов лично проверяет качество выполненного ремонта в подъездах дома номер 11 по улице Маршала Геловани. Дом обслуживает управляющая компания УК. Все работы на этом объекте закончились несколько месяцев назад, однако претензий и к подрядчику, и к управляющей компании оказалось немало. Я понимаю, но это же информационный стенд, мы сейчас как раз встречались по аварийно-диспетчерским службам, но я здесь не смогу прочитать, кому мне позвонить. Обновим. Так вы сделали ремонт, почему нельзя сделать нормальную информационную доску? Вы заказали доски информационные. Когда вы поставите? Помогаем сегодня в части выполнения текущего ремонта и капитального ремонта подъезда. Есть замечания, конечно, подрядным организациям, но они уже такого планового характера в рамках гарантийных обязательств. В свою очередь обязательно требуем с управляющей компанией, чтобы работали с собственниками, чтобы принимали решения именно с собственниками в части ремонта колористических решений, как будет выглядеть подъезд. Соответственно, все эти нюансы должны быть оговорены с собственниками. А вот по адресу Хрюкина 3 чиновника возмутила ситуация с состоянием придомовой территории. Он обратил внимание представителя УК на состояние лавочек, качелей, а также урн, которые жильцы, по всей видимости, соорудили сами. на все элементы на придомовых территориях, допустим, как они эксплуатируются, как они содержатся. Что касается ремонта подъездов, здесь его качеством оказались недовольны сами жильцы. Зачем было красить здесь чистый новый подъезд? Вы мне объясните. Я даже спрашиваю. И где вы эту краску нашли, когда тут живут маленькие дети, люди? Когда красили подъезд, сами развожают. По словам Евгения Горлова, управляющей компанией поставлена задача устранить все недостатки уже завершенного ремонта. Переделывать некачественную работу будет подрядчик. В течение пяти лет подрядная организация, это гарантийный случай, допустим, как мы видели здесь, краска вздыбила, допустим, некачественное покрытие, подрядная организация должна устранить. При этом неправильная шлифовка. Тоже мы видим, что есть нарушение технологического процесса. То есть управляющая компания будет дана задача, чтобы они подрядной организации и переделали то, на что сегодня было указано. Соответственно, мы будем еженедельно проверять ход работы. Ответственность управляющей компании здесь прямая. Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства правительства Севастополя рассказал, что до конца года в городе будет отремонтировано полторы тысячи подъездов. Это примерно 500 многоквартирных домов. Всего на сегодня уже приведены в порядок 1200 севастопольских подъездов. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севенформбюро. На железнодорожных станциях у Крымского моста настраивают автоматику. На двух берегах Керченского пролива оборудуют посты электрической централизации. Это главные объекты на Тамани-Пассажирской и Керчи-Южный Новый парк. В технических помещениях сейчас проводят пусконаладочные работы. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на станционных путях, в самом мосту и подходах к нему. Мы находимся на посту Терч-Южный Новый парк, на посту электрической централизации, в релейном помещении. Отсюда будет осуществляться управление данной станции. С данного поста электрической централизации будет осуществлено управление всей аппаратурой, всеми устройствами на данной станции. Это стрелочные переводы, это рельсовые цепи, это светофоры. На посту будут контролировать график движения составов, корректировать их скорость и межпоездной интервал на мосту и подходе со стороны Крымского полуострова. На любой строящейся станции по СТЦ это сердце и мозг здесь, потому что здесь расположен управляющий вычислительный комплекс, который все регистрирует, любые действия. На мониторе видно все устройства, устройства электрической централизации, устройства состояния, допустим, рельсовых цепей, свободность блок участка. Рабочие установили 158 путевых ящиков с оборудованием и уложили более 500 километров линий связи и сигнализации, централизации и блокировки. Автоматика станций и локомотивов позволит по сигналу снизить, увеличить скорость поезда или даже остановить его. Если дежурная по станции захотела выполнить ответственную команду, у ней загорается соответствующий запрос, вы действительно хотите это сделать. И вот когда при повторных действиях это уже не может быть случайными действиями, вот этим исключается и все фиксируется. Здесь идет регистрация всех действий дежурного по станции, сохраняются эти все действия в течение месяца и через месяц архив пополняется. Станция Керчьюжная «Новый парк» находится в трех километрах от пролива. Через нее будут проходить поезда ближнего и дальнего следования на полуостров и в обратном направлении. Сейчас на объекте завершается устройство путей, почти 10 километров звеньев из шпал и рельсов. Рабочие настраивают светофоры и стрелочные переводы. Обустраивают также и платформы. На антискользящее покрытие наносятся указатели для людей с ограниченными возможностями. А на другом берегу, в 7 километрах от моста, станция Тамань-Пассажирская. Оттуда можно будет уехать по разным направлениям жителям Таманского полуострова. Там уже установили одноэтажный вокзал на 50 человек. Входы оснащены оборудованием для досмотра и проверки багажа в рамках обеспечения мер транспортной безопасности. Для доступа пассажиров на платформы построен пешеходный тоннель. Возле здания вокзала благоустроили площадь, оборудовали парковочные места и остановки для общественного транспорта и такси. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению севастопольских синоптиков, в пятницу в городе будет облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду, температура воздуха 13-15 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 12 детей, 8 мальчиков и 4 девочки. На сегодня это все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции 59 00 60, а также мобильный плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова